Здарова! Сегодня четверг, четвертый день нашей недели HappyGulaki и за это время мы с вами поймали двух игроков, которых у нас с вами не было, которые получали карточку команды года. Мы проапгрейдили игрока, который у нас был до его Тотти-карточки, и теперь в нашем составе целых три Тотти. У нашей команде 9 из 11 игроков уже наверняка остается до конца, потому что у них есть своя Тотти-карточка, и выполнив ачивку, мы можем ее взять. Но в последнее время ачивки выполняются не так, что и просто, потому что мы с вами играем в первом дивизионе, и в связи с этим то количество карточек, которые мы с вами зарабатываем за матч, умножается на 2. Повышаем шансы поймать тех игроков, которых у нас нет, либо же проапгрейдить тех игроков, которые есть. В общем, друзья, это тот самый проект HappyGulaki. Как всегда, ставьте лайк, потому что каждая тысяча ваших лайков прибавляет нам плюс одного золотого игрока на футхете в самом начале. Не забывайте также подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски HappyGulaki. Подписывайтесь на мой инстаграм, и мы начинаем. Но, естественно, перед этим я напоминаю вам то, что спонсор данного ролика – это компания 1xbet, ведь именно там самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Вы помните то, что Златан Ибрагимович одобряет. А еще, кстати, по промокоду FLOINDIGROUP вы сможете получить до 100 долларов при первом депозите. А это не может не радовать. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь, получайте крутые бонусы. Встали мы на отметке в 6 сухих матчей за Давида Дехея, 2 заработанных пенальти за Неймара, 4 раза игрок матча Модри, 5 идеальных хэтриков, любишь игол через себя за Роналду, 10 идеальных дублей за Мбаппе, Ну и Серхио Рамос, который в ближайшее время наверняка получит свою Тотти карточку, потому что он на пару с Ван Дайком в каждом матче что-то, да, отбирает. А в последнем матче, когда у нас был разрыв соединения от соперников, плюс после этого у меня еще игра вылетела, многие из вас писали засчитать Рамосу 5 отборов. И мы это сделаем, и ему остается сделать еще 24 отбора на пару с Ван Дайком. Сыгранности нам это, конечно же, никакой не прибавляет, 92 так и остается, но сейчас мы с вами пойдем на футхэд и постараемся либо поймать Тотти игроков, либо тех, которые у нас уже есть, чтобы их проапгрейдить. А я между тем вам напоминаю, скоро выходит Тотти АПЛ, и самое время именно сейчас закупиться монетками у лучшего продавца монет Максима Беляева. Ссылочка есть в описании. Но под последним роликом мы набрали 8 тысяч лайков, и сейчас мы с вами открываем 13 золотых игроков. И первый у нас Роберто Баджо, наконец-таки он нам выпал, но он нам не нужен. Антони Марсиаль, нет? Нет. 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 И последний игрок Роберто Карлос Прайм. Красиво, конечно, но нет. Хорошие игроки нам выпали, но они нам не нужны, потому что наша команда и так крайне хороша. Нам остаются нужны только Тотти игроки. Варан Месси Гантем, мне нужны именно вы. Но мы сейчас отправляемся в большое путешествие и постараемся сделать ачивки за игроков. Азарчик 95, Сисока, Тотс. Ну, в принципе, команда не самая сильная. Патрик Вера неплохо так прошел сейчас. Красный Марчик в штрафной и никак не заработать пенку. Наверное, это должно произойти как-то само собой. Давид Духея потрясающий прыжок. А вот эта атака мне очень нравится. И, кажется, первый гол залетает от Кевина Дебрюина. К сожалению, это не Роналду и, к сожалению, это не Мбаппе. А вот и шанс для Криштиана Роналду сейчас как-нибудь да ударить ножницами. Вместо этого мы сейчас пропускаем. Но не забивает. Не забивает Азарчик. Это нам сейчас дико повезло. Ой, какая сейчас хорошая будет. Криштиана Роналду против Ван Дайка. Обыграл. И должен был забить гол. Но Ворм каким-то чудом отбил. Криштиана Роналду с кик-оффа. Сейчас правая нога, но Ворм вновь отбивает. Ух ты ж. Удар издалека отбивает Дехея. А тут Ван Дайк на ближней должен обыгрывать. И посмотрите, просто на ленточке мячик встал. Ой, какая. Ой, какая. Дебрюина на дубль. Ну, блин, я не знаю почему, но Дебрюина у нас, кстати, забивает в команде, наверное, больше, чем все остальные. Во всяком случае, когда речь идет о дублях и хэт-риках. Наверное, потому что он тот, и он охрененный. Соперник разрывает связь. Ну, хоть нас в этот раз вроде не выкидывает. Вновь очень высокая оценка у нас у Дебрюина. Высокая оценка у Роналда. И, соответственно, Модрич, который идет на третьем месте, не становится игроком матча. Но зато мы с вами побеждаем с отсчетом 2-0. Это значит, что это сухой матч Давида Дехея. Нам остается еще 5 для его Тотти карточки. Ну и отборы. Давайте посмотрим, сколько же сделали наша парочка замечательных отборов. Ван Дайк сделал 3 отбора. Ван Дайк постарался. И Рамосу остается еще 21 отбор, чтобы взять его Тотти карточку. Совсем скоро Рамос тоже будет Тотти. Что, конечно, не скажешь о всех остальных, потому что больше никто ачивки не сделал. А у нас с вами получается 10 золотых игроков за разрыв соединения, 4 золотых игрока победа и 4 золотых игрока 2 забитых мяча. 18 золотых игроков на Фудхеде. Это реальный шанс. И будем надеяться, что наконец-таки нам кто-то выберет Литмани. Нет, ну вот серьезно. Ну, раньше бы вы так падали, было бы хорошо. Но сейчас уже эти игроки не нужны. Нет, 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 и последний игрок нет. Сократились ачивки у Духея и Рамоса, остальные же все остаются как и были. И давайте найдем второго соперника. Французы плюс, естественно, прайм-кумир. Подача в штрафную здесь очень аккуратно, потому что Ван Бастон 94 таит все сюрпризы. А Криштиан Роналду сейчас отдаст передачу под Добрюйной. Добрюйной, как всегда, ты самый лучший. Что ты поделаешь? Никто у нас не забивает так, как Добрюйна. Но никто не может остановить его удары. Слово об ударах. Сейчас Ван Бастон будет лупить, но мимо. Блин, ну как? Как сейчас это прошло? И не было офсайда, Духея нас спас. Тут бы на добивании не пропустить. Вот это мы, конечно, с вами и провалились немножко, но тут же ответ Криштиану Роналду отличный удар. Попробуем на ближнюю штангу. Там Ван Дайк реально же головой может забить, и отскок отличный. Ван Бастон одержать. Ну что же не справляется Рамос у нас? Ой, какая, ой, какая атака Криштиану нужно забивать самому. Хотя, конечно, можно было отдать передачу, но пускай забьешь ты. Но учитывая, что мы с вами против Ван Бастонов играем, счет 2-0, это очень неплохо. Сейчас бы мог и третий залететь. Правда, все бы могло залететь только с правой ноги, а сейчас забивает свой гол Кевин Дебрюйна. 3-0. С первого тайма мы уходим очень уверенно. Неймар штрафной, делает разные финтюльки, отдает передачу под Роналду. Тот мячик не забрал и не доборолись. Неймар отдает передачу под Роналду. Роналду правой уже забивал, но сейчас мог добить Мбаппе. Ой, Криштиан Роналду. Сейчас уберем защитника и левой ногой постараемся забить, но он забивает правой. Да, пытался я вроде бы пойти на идеальный хэт-трик и от Роналду, но пока что он забивает только правой. Ударил шведой. Ух ты ж, как красиво. Он сейчас Иван Дайко убрал, который просто посмотрел на мяч и все. И сейчас на самом деле может пойти второй, может пойти вообще камбэк. Ну почему так всегда происходит? А нам с вами, кстати, было бы очень неплохо за Роналду сделать хэт-трик. Намного лучше, чем если мы с вами пропустим еще один от Ван Бастена. Но у нас забивает, кстати говоря, наш великолепный Мбаппе. Забивает он правой ногой, и если мы сейчас забьем левой, то у нас будет идеальный дубль. Но Ван Бастен сейчас пойдет на хэт-трик, и он забивает. Просто каждый удар залетает. Ну хотя с ударами 98 иначе и быть не может. Проблема с защитой, потому что Ван Бастен от них уходит как от детей. Как-то у нас очень плохо играют наши центральные защитники. Вы посмотрите, сейчас он еще и сравняет. За время-то есть! Алло! Команда! Мы, конечно, с вами победили со счетом 4-5, но прям с натяжкой, с натяжкой. А все из-за того, что расслабились раньше времени. Как результат, по ачивкам нихрена. Сухого матча у Дахея нет. Единственное, как всегда, сейва. В этот раз причем их 6 штук. И до Тоти карточки Серхио Рамоса нам остается 15 успешных отборов на эту замечательную пару цзэшников. А у нас с вами сейчас 10 золотых игроков за 5 забитых мячей и 4 золотых игрока победы. 14 золотых игроков сейчас мы с вами откроем. Ну давай, пора вести! Первый игрок нет! 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 И последний игрок нет! К сожалению, лишь по одной ачивке у нас с вами получается уверенно идти. Это отбор за Ван Дайка и Рамоса. И Рамосу остается буквально 15 отборов. Это реально немного. И возможно, даже уже в следующем выпуске мы с вами возьмем нашего Тоти Рамоса. Но при этом в этом выпуске мы сыграем еще один матч, потому что первый матч был разорив соединений. АПЛ! Ну и логично то, что как и в любой топовой АПЛ, здесь есть Ван Дайк. Знаете, а играет он действительно очень резво, даже несмотря на то, что игроки-то у него из АПЛ не самые лучшие. Но это уровень первого дивизиона и нас спасает Дехея! И здесь я прям чувствую, что реально будет очень сложно. И Криштиану левая нога не забил Дебрюина, пустые ворота. Дебрюина забивает всегда, что поделаешь. Нас за этот выпуск никто так много не забил, как Дебрюина. Какая атака! И туда дальше на Мбаппе! Мбаппе здесь один, сейчас обыграть голкипера! Ой-ой-ой, как пошел в подкарт сейчас Эдерсон. Не воспользовались мы с вами возможностью, зато воспользовался соперник на контратаке. Сравнивает счет. Ну и Марчик делаем на вес. И здесь у нас Мбаппе! Удар через себя! Посмотрите, как мог сейчас зацепиться Дебрюина, но почему-то этого не сделал. Но между тем у нас Кевин Дебрюина. Кевин Дебрюина, который сейчас вновь забьет, попадает в штангу. Сейчас постараемся сделать красотищу. Кевин Дебрюина вновь Кевин! И закрывает защитник. Вот это провал. Ой, как хорошо Рамос сейчас все прочитали. Иначе бы мы сейчас уже горели с неприятным счетом. Самое главное, конечно, грамотно сыграть в защите Дехея. Хорошо, прострельщик Дамбаппе! Ну ёптвою, как так-то? Эсебио, хорошо, передачу обратно на него! Твою мать, Эдерсон, как ты это отбил! Вот он шанс! Криштиану сам лупи! Да просто не залетает мяч в ворота. Ну я не знаю, вот что с ним сделать? Пожалуйста! Наконец-таки левая, кстати, нога. Амбаппе есть шанс на идеальный хэт-трик. Дубль точнее. И надо бы этим шансом воспользоваться. Всего-то нужно забить правой ногой. Можно даже с пенальти, если вдруг мы заработаем. Между тем, у нас с вами есть достаточно времени, чтобы пропустить. И чтобы соперник сравнялся. 2-2! Ну вот как это называется? Короче, нахер всех. Давайте стараться, чтобы у нас забил Мбаппе. Большие у меня есть вопросы к защите. Но, к сожалению, не к защите соперника, а к моей. Но всё равно мы вырываем победу. Пускай это делает, конечно, не Мбаппе. Это Азар, который вышел на замену. Счёт 3-2, победа. Ну, блин, опять мы с вами не дожимаем до ачивки. Единственное, что мы можем добавить в нашу копилку, это 2 отбора за Рамуса Ван Дайка. Вы посмотрите, как офигенно у нас в этом матче отбирала защита. Её просто не было. Итого, Рамусу остаётся ещё 13 отборов, чтобы получить Тотти карточку. А нас с вами сейчас ждёт 10 золотых игроков на футхене. Наверное, последние 10 золотых игроков на сегодня. И хотелось бы, чтобы нам повезло. Конечно, хотелось бы. Потому что ачивки у нас пока что сделать не получилось. Во всяком случае, в масштабном таком плане. Серхио Рамус-то, понятное дело, что так или иначе отбирает мячи и сокращает количество отборов с каждым матчем. А вот всем остальным нужно прям прилагать неплохие такие усилия. Но нет. 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 И последний игрок. Нет. Очень неплохо. Сегодня мы с вами сократили ачивку для нашего Серхио Рамуса. Ему остаётся буквально 13 сделать отборов совместно с Ван Дайком. Мы берём его Тотти карточку. Возможно, это даже произойдёт уже в следующем выпуске. Четвёртый день нашей недели Хэпигулаки подходит к концу. Я очень надеюсь, что ролик вам понравился. И вы влепите лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, кто ещё этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а с вами был Денчик. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok